11 декабря в Марокко, в Маракеше, был подписан глобальный договор о безопасной, организованной и регулярной миграции, соглашаясь с которым лидеры стран сделали еще один шаг к отказу от привычных представлений о национальном суверенитете. Соглашение предусматривает не только возможность давления на политику государств, но и постепенную передачу некоторых их функций под контроль наднациональных структур. В самом тексте соглашения отмечается беспрецедентность и новизна этого явления. В пункте 6 сказано, соглашение является поворотным в истории глобального диалога и международной кооперации по вопросам миграции. Между тем, документ не обсуждался ни в одной из стран подписантов и даже не переведен с английского на другие языки. При этом большая часть национальных лидеров подписала глобальное соглашение, не только не заручившись согласием граждан, но даже не сообщив им о существовании этого документа. Рассмотрим вкратце основные положения текста, ставящего перед государствами 23 цели и налагающие на них около 100 обязательств. Каждая из предлагаемых к осуществлению мер начинается словами Мы обязуемся. Каковы же последствия этих обязательств? Несмотря на заявление о необязательности выполнения обязательств, пункт 7, их выполнение подотчетно. Контроль и оценка выполнения обязательств возложены на надгосударственный орган, Международную организацию по вопросам миграции, созданную в 1951 году под эгидой США, а в 2016 году откорректированную в качестве агентства по миграции ООН. Ей же будет принадлежать контроль над глобальной базой данных, которую предполагается создать на основе глобального портала данных по миграции и базы данных Мирового банка развития. Именно этот орган, а также форум ООН, будет оценивать государство с точки зрения выполнения глобального соглашения и давать им рекомендации. Этот документ представляет собой новое видение прав человека. В преамбуле отмечается, что представленный документ, отражающий новый взгляд на миграцию, уходит корнями в повестку Дня ООН «Устойчивое развитие 2030» или «Агенда-21». Иными словами, является одним из шагов по осуществлению программы Римского клуба. Авторы текста подчеркивают, что глобальное соглашение – это не просто список определенных мер, а смена парадигмы в понимании прав человека. О том, что массовые миграции на протяжении веков сопровождались войнами и крахом цивилизаций, почему это нужно считать позитивным явлением, составители текста умалчивают. Предлагаемые к подписи обязательства можно разделить на несколько смысловых блоков. Активная организация глобальной миграции в средствах государств подписантов, финансирование, адаптации и содержание мигрантов налогоплательщиками, принимающих государств, институализация и наделение правами диаспор, политика мультикультурализма в отношении мигрантов, пропаганда концепций и репрессий против оппонентов. Каждое государство, подписавшее этот документ, обязуется проводить регулярные информационные кампании для привлечения мигрантов. Консульства должны быть готовы обеспечить потенциальных мигрантов информацией, документами, консультациями на понятном им языке, облегчить получение виз и разрешения на работу, обеспечить воссоединение с семьями, причем более глубокая консультативная помощь, должна быть обеспечена детям, женщинам и лицам с нарушением сексуальной ориентации. Государственные границы должны обеспечивать безопасность не только государств, но и мигрантов, и облегчать безопасные и регулярные трансграничные перемещения людей. Задержание мигранта может быть осуществлено лишь в крайнем случае. Государство обязуется обеспечить право на социальное страхование, образование, медицину, доступ к достойной работе и безопасность мигрантам и их семьям, то есть то, что не всегда доступно и самим гражданам этих стран. Страны обязуются установить финансовый инструмент в виде фондов благосостояния мигрантов в странах происхождения, которые будут поддерживать рабочих мигрантов и членов их семей. Государство обязуется официально признать права диаспор, легализуя их как отдельную общность, тем самым обеспечивая их финансовые возможности за счет ресурсов всех граждан данной страны. Государство обязуется содействовать взаимному уважению культур, традиций и обычаев общин путем обмена и внедрения передовых методов интеграционной политики, культурного и религиозного разнообразия. Государство обязано выявлять и предотвращать случаев нетерпимости, расизма, ксенофобии и других форм дискриминации в отношении мигрантов и диаспор и поддержки деятельности местных общин в целях поощрения взаимного уважения, в том числе в контексте избирательных кампаний. Государство обязано продвигать положительный образ миграции путем образования населения посредством СМИ, реформировать общественное мнение, особенно молодое поколение, путем пропаганды в школах. Резюмируя, можно сказать, что глобальное соглашение требует от подписавшихся отказаться от защитной политики государств в области культуры и идентичности, законности и охраны границ и самого понятия гражданства, а также предлагает сформировать механизм цензуры и репрессивный аппарат. Составлением пакта с 2016 года занимался специальный представитель Генсек ООН по вопросам миграции Питер Сазерленд. Он окончил Изуитский колледж и с 1981 по 1982 года был генеральным прокурором Ирландии. Питер Сазерленд сообщает о том, что работы финансировались фондом Маккартуров, фонд открытого общества Джорджа Сороса, корпорацию Карниги в Нью-Йорке и инициативу в глобальной политике Колумбийского университета, возглавляемую Майклом Дойлом. В чем интерес столь крупных финансовых кругов в вопросе о миграции? Некоторые из них лежат на поверхности. В целях выполнения глобального соглашения государство обязуется привести свои законодательства к общему знаменателю, пересмотреть законы об охране государственных границ и принципы равенства граждан, а также действовать в соответствии с решением международной организации по миграции. Таким образом, проект Римского клуба под названием «Устойчивое развитие. Агенда-21» выходит на новый уровень, который подразумевает ограничение развития не только развивающихся, но и развитых стран. Авторы проекта считают, что слишком много ресурсов уходит зря, например, на социальную защиту населения. Для того, чтобы избавиться от социальных функций, нужно избавиться от государства. Дестабилизирующее влияние демографической смены населения при одновременном ограничении средств производства приведет к нарастанию хаоса, за чем последует неминуемый обвал и перехват управления. Тысячи людей выходят на улицы, протестуя против подписания миграционного пакта ООН. Демонстранты протестуют против нового договора по миграционному штабе квартиры Европейского Союза в Брюсселе. Они были встречены слезоточивым газом и водометами. Этот пакт был подвергнут критике, консервативными и правыми голосами, которые утверждают, что Европа уже переполнена мигрантами из Африки и Ближнего Востока. ООН хочет поместить 4 миллиарда человек в Европу, поэтому они приняли законы, чтобы посадить в тюрьму всех, кто посмеет выйти против их повестки дня на 21 век. Митингующие начали сносить ограждения возле здания Еврокомиссии и забрасывать камнями и петардами полицейских. Миграционный пакт ООН принят. Его подписали 164 государств из 192. Многие государства Восточной и Центральной Европы, такие как Австрия, Италия, Швейцария, Польша, Чехия, Болгария, Хорватия, Латвия и Словакия, а также США и Австралия, отказались подписывать документ. Россия подписала данный документ. И, наконец, самый главный вопрос. Кто ждет эти миллионы мигрантов в индустриально развитых странах, где они будут работать, когда и местное население все больше становится ненужным и оказывается на улице? Причем эта тенденция лишь нарастает. Или где-то готовится мировой сверхпроект развития, для которого потребуются сверхресурсы. Но о великих стройках капитализма пока что-то ничего не слышно. Наоборот, есть подозрения, что миллионы непрекаянных людей будут вынуждены существовать за счет дефицитных социальных касс, пополняемых беднеющим налогоплательщиком. А это уже чревато социальным взрывом и развалом остатков государственности с последующим обнищанием и бесправием населения. И тогда и вновь прибывшие рабы, занесенные в глобальную базу данных и стравливаемые друг с другом, превратятся в человеческое стадо, с которым быстро разделаются спонсоры глобального соглашения о миграции.